В этот раз сотрудники Госадомтехнадзора и делегация администрации провела обход по улицам Безымян и Ленина. Только комиссия вышла и тут же первые замечания, которые были приняты к дальнейшему исполнению. Вот оно стоит дерево, которое помечено, высохло все. Оно уже, скажем так, травмоопасное. Около домов 24А и 30 улицы Ленина обнаружен склад строительного и бытового мусора. В будущем эта территория, как и многие другие, будет закреплена на субботнике за организациями. Значит, выходить сюда будет ЭЛИНКОМ. Я сейчас еще один участок покажу. Администрация. Михаил Юрьевич, ваши. И Евгений Владимирович на той стороне. У нас хороший колондайк есть. ТСК будет выходить. Там, где теплотрасса, да. Во дворе дома 24А все так же красуется мусорный контейнер, замечания по которому были сделаны уже не раз. Вот мы тут выходили, врать не буду, месяца два назад. Вопрос стоял по контейнерной площадке, которую надо оборудовать. Уже разговоров не разговоров. Он стоит контейнер на дороге. Было сказано, что сам Денисом Олеговичем, что он в этом месте сделает контейнерную площадку и передвинет контейнер. Жители пишут, пишут. Реакции никакой. Также делегация обратила внимание на неприглядную пешеходную тропинку и неблагоустроенную территорию двора. На улице Безымянная, на месте замены труб, зафиксировано нарушение ограждения. Оно есть, но, к сожалению, за ним никто не смотрит. За клиникой доктора Шаталова в Дебрях обнаружена свалка мусора. Пройдя дальше, становится понятным. Она тут не одна. Вот это, говорят, снос. В принципе, тут дом стоял же, да. Не, ну вот это снос, что ли? Снос, это, по-моему, убирается и чисто все остается. Поставь на контроль, пожалуйста, ладно? Увидев такое количество мусора, было принято следующее решение. Пришли к выводу, что надо проводить субботник совместно с предприятием «Ленком», электросеть, ТСК «Мосэнерго», администрация. Мы привлекаем коммерсантов обязательно, торгующие объекты, вокруг которых мы увидели безобразие. И на этой неделе... Планируем выходить? Не то, что планируем, а выходим и убираем. Итог еженедельного объезда таков. В ходе объезда сегодня были выявлены проблемные места в содержании территории городского округа «Электрогорск», содержание малых архитектурных форм и детских игровых площадок. Проблемные вопросы обозначены, конкретные сроки на устранение поставлены. Исполнение всех поручений взято территориальным отделом госантехнадзора на контроль. На этом еженедельный объезд был завершен. Продолжение следует...